Максимилиан Волошин Микенской Афродиты Пред ней падал я в опрах Целуя пламенные ризы Царевны солнца Таиах И покрывал им Монализы Под шум молитв И дальний звон Склонялся в сладостном бессилии Предликом восковых мадон На знойных улицах Севильи Я читал ее судьбу В улыбке внутренней зачатия В улыбке девушек в гробу В улыбке женщины в миг объятия Порой в чертах случайных лиц Ее улыбке пламя клело И кто-то звал со дна темниц Из бездны призрачного тела Но неизменная не та Она скользит за тканью зыбкой И тихо светится уста Неотвратимую улыбкой Вот такие прелестихи Написал Максимилиан Александрович Волошин Урожденный Кириенко Волошин Родился в семье юриста В Киеве И именно вот сегодня 28 мая Но в 1877 году Он и родился На радость папе и маме 142 года назад Папа у него ушел рано И воспитанием Макса Занималась мама И вот с 4 до 16 лет Они жили в Москве Затем переехали в Крым После переезда в Крым Волошин продолжил свое образование В феодастической гимназии Потом окончил Московский университет И много разъезжал по Европе Слушая лекции известных преподавателей В области искусства В 1903 году Литератор возвращается в Москву И начинает публиковать свои сочинения Ровно через 3 года Волошин вступает в брак С известной художницей Собашниковой В 1907 году Появляет цикл Тимирийские сумерки Волошин начинает работать Над различными монографиями Защищая художественные группы Бубновый валет И Ослиный хвост Были такие группы В 1910 году Волошин становится Уважаемым специалистом В области литературы И публикует свой первый сборник Стихотворения 1900 по 1910 год Пишет статьи о культуре Стихотворения об ужасах войны Занимается живым Все во время гражданской войны Поец скрывает у себя В доме беглецов обоих сторон Не боясь навлечь на себя гнев Вот что он тогда написал В своем стихотворении Гражданская война В 1919 году Я стою Один между них В ревущем пламени и дыме И всеми силами своими Молюсь за тех И за других После революции Волошин много занимается Живописью в Крыму В это время он создал картины Которые образовали Как Тебельскую суету В 1924 году Он делает из своего дома Дом творчества Который завещал Союзу писателей Литератор дожил До 11 августа 1932 года В Коктебеле Где он и до сих пор И покоится Ну что ж Вот такой у нас Сегодня замечательный повод Вспомнить Максимилиана Волошина Как его на день рождения На этом пожалуй все Спасибо за внимание До свидания